Всем привет! Сегодня у нас будет история подписчицы. Сейчас я вам ее зачитаю и давайте продолжим. Давно наблюдаю за вами, очень нравятся ваши рассуждения, взгляды на жизнь. Хочу поделиться своей историей. История будет длинная, но по-другому не могу, так как хочется, чтобы вся суть была ясна с самого начала. Я росла в неблагополучной семье. Отец умер рано, когда мне было 5 лет. Мама вела ужасный образ жизни, постоянно применяла ко мне физическое и эмоциональное насилие. Со временем у меня появилась младшая сестра, и когда уже подросла я, я не выдержала и сбежала из дома к родной бабушке. По истечении времени моя сестра попала уже в детский дом, и уже после забрали и меня. В детском доме я была недолго, так как нашла семья, которая забрала меня и младшую сестру. Отношения в приемной семье складывались плохо. У них была одна приемная девочка и еще двое своих внуков. Они всегда ревновали нас, всячески цепляли, особенно к моей младшей сестре, так как я была старше и всегда могла за себя постоять, а вот за сестру не всегда получалось. В семье я была как золушка, принеси, подай. Так шли годы, и мы росли. В 16 лет мне понравился мальчик, он был старше меня на 3 года, все было как-то смехом. А вот потом началось, меня захватила маниакальная любовь, как мне тогда казалось. Я узнала его номер, начала писать ему, подружилась с общими друзьями. Отношения у нас тоже складывались довольно интересно. Мы то расставались, то расходились, то дружили. И так на протяжении многих лет. Моя приемная мама всегда говорила, что ты в нем нашла, придет время, уедешь учиться и встретишь другого. Но я никогда не слушала и ушла из дома, когда мне было 19 лет. Для меня расставания с ним проходили довольно-таки болезненно и даже жить не хотелось. Я ждала его из армии. Он стал моим первым мужчиной в моей жизни. И если честно, я всегда хотела жить с одним и единственным. И поставила себе цель еще в школе, чтобы не случилось, он все равно будет моим. На протяжении всего времени нашего общения я подружилась с его мамой. Очень близко. Она всегда поддерживала меня, была на моей стороне. А я первый раз в жизни почувствовала, что теперь хоть кто-то относится ко мне с теплом. Она для меня, конечно, сделала очень многое. На протяжении четырех месяцев, когда мне делали операцию на ноги, она была рядом, ухаживала меня, делала перевязки и многое-многое другое. Все просто не расскажешь. Ну и я всегда помогала ей. Тоже немало чего сделала. В итоге так и случилось. Он стал моим мужем, конечно, не без помощи его мамы, но от этого счастливее я не стала. Да и он тоже. Мы как год официально женаты, едва как венчаны. В браке, конечно, мы живем не лучше. Я постоянно срываюсь на него, могу назвать различными словами, иногда хоть и резко, и даже ударить. Но очень меня пугает это. И я прекрасно понимаю, осознаю, что так нельзя. А все происходит из-за того, что он мне всегда врет или не договаривает что-то, а меня это ужасно выводит из себя. Он конкретно меня не обижает, не бьет, не называет различными словами. Он улыбается. Кстати, перед свадьбой, когда оставалось пять дней, он общался и созванивался с другой девушкой. Когда я это узнала, был сильный скандал, но я снова его простила, как и всегда. Сейчас ко мне пришло осознание того же и понимание, что на протяжении стольких лет я сделала столько глупостей. И если бы со мной это происходило сейчас, я ни за что бы так не поступала. Я бы никогда не бегала так за человеком, не унижалась и не понижала свою самооценку. Мне даже стыдно за себя. С другой стороны, я понимаю, что это опыт, и даже пусть совсем не хороший. Еще ко мне пришло осознание, что человек, который любит, ценит себя с нормальной самооценкой, никогда не стал бы так себя вести. И подведем итог моего письма. В чем же заключается вопрос? Я хочу развестись, но одна моя сторона говорит, что ты можешь работать и в браке над собой, а другая говорит, что нужно отпустить человека и прежде всего себя, заняться собой, своим развитием, духовным, творческим и так далее. Но я понимаю, что очень зависимо эмоционально от этих отношений. Я не знаю, что мне делать, как будто живешь, но не своей жизнью. С другой стороны, хочу семью. Я хочу семью сохранить. Но понимаю, что мне много и упорно нужно работать над собой. Галина, заранее спасибо за обратную связь. Очень хочу услышать ваше мнение по поводу всего. И что же в итоге мне делать? Если честно, я даже не знаю, кто я. Жертва или я агрессор? Порой мне кажется, что я агрессор и жертва сразу. Я сказала, конечно, может, не до малейших подробностей, но основную часть я передала. Так, сейчас посмотрим. У меня еще письмо от этой девочки было. Я немножко ей отвечала. Конечно, у меня много страхов по поводу расставания. Как я могу его оставить? А что будет со мной? А с другой стороны, понимаю, что это эгоист какой-то во мне сидит. Я сама говорю себе. Я наоборот должна радоваться, если каждый из нас станет счастливее. Вот такая история. Это, конечно, к Турции отношения не имеет. Это психологическая консультира. Они немножко, мы сейчас об этом поговорим, о причинах. То есть девушка, вопрос-то главный, почему? Что мне делать? Как правильно поступать? Я немножко, давайте начну с причин. Естественно, вы как брошенный, покинутый ребенок, который был в детдоме, изначально которого не хватало любви, все это все понимается. Это детство, это боль. И светлый лучик, только это сестра младшая. Просто про сестру там ничего не было. Какое у вас сейчас общение, продолжается ли оно. Но я надеюсь и желаю, чтобы общение у вас было, потому что, по сути, это ваш на этом свете единственный родной человек. Приемная семья, которая вас, по сути, не любила. Ну, к вам не очень относились. Там, да, были издевки. Обидно за младшую сестру, что ее задирали. Это, ну, как бы семья. Ну, да, это не родители, конечно. Это не та любовь-тепло, это что-то другое. Спасибо им, конечно, за то, что вообще, в принципе, у вас был образ семьи какой-то. Это лучше, чем быть в детдоме, конечно. Но это не до конца, да. Этого было все равно вам недостаточно. Причины, естественно, из вашего детства оставленности, недостатка любви, внимания, тепла и все прочее. Это, в принципе, знаете, не надо для этого быть в детском доме. Многие так живут и с родными родителями, которые их бьют, не любят, не обнимают, не жалеют. Поэтому детский дом, это, честно, знаете, такой маркер просто, который выделяет что-то. Да, у вас есть такое «я жертва», «меня надо жалеть». Это с первых прям фраз письма было. Про низкую самооценку и все прочее. Конечно, это есть, это недостатка любви. Просто вы сейчас, слава богу, начали расти, развиваться, вы чувствуете себе потенциал, вы начали взрослеть. И вы вообще начали становиться на ноги. И вы из позиции жертвы начали перерождаться. Ваша психика начала развиваться. Вы видите, что можно по-другому. Вы оцениваете уже свои ошибки, себя понимаете. Очень грамотно там рассуждаете, что если бы я, это мой опыт, какой бы он ни был. То есть вы растете. Самоанализ у вас на высокой метке, это очень хорошо. Это говорит о том, что вы можете с этим совсем самостоятельно справиться. По поводу, почему не могу развестись сомнения. Во-первых, вас держит привязка в то, что это иллюзия семьи с этим парнем. По сути, не нужен он вам был, вы это все сами понимаете. Просто вы привязали. У вас не было семьи, вам хотелось домашнего тепла. Вы полюбили не его, а его маму, которая за вами ходила, ухаживала. Маму просто вам надо было. А мамы у вас не было. Вам нужна семья, как ячейка общества, чтобы вы, короче говоря, восполняете то, что в детстве не было. Но вы, скажем так, это не как семейка, семья это не как ячейка общества сейчас моя. Я рожу детей ему, и мы там будем расти. Вот это сейчас вы создали имитацию семьи. Со временем просто вам будет интересен как брат, как друг, но не как мужчина. Может быть уже неинтересен как мужчина, у вас там проблемы в отношениях, он и сам это понимает. Как бы вы себя, если так можно выразиться, он такой слабенький, мама повоздействовала, как вы говорите, не без помощи мамы, вы его как бы на себе женили. Без плохих каких-то оценок, я просто по факту, да, по действиям. Мама помогла, я хотела, мы добили его. Он слабенький оказался, прогнулся по двумя женщинами. Он извиляется, лжет, он хочет другого. И вы это знаете. Вы смотрите в разных направлениях. Это не ваш человек, не ваш спутник. И в дальнейшем, если вы с ним останетесь, вы это просто еще больше увидите. И вы все равно в итоге с ним либо разведетесь, либо он от вас уйдет, либо найдет другую женщину, другую семью заведет. Это к тому придет лишь потому, что просто изначально это не ваш человек, и вы в него вцепились, унижались, как вы говорили, за ним бегали, женили его на себе. Ну просто, чтобы быть ближе к его маме, к нему, чтобы была семья. Но не семья, как с партнером, равные партнерские любовные отношения, а семья, как мама, папа, там знаете, в семье братья, сестры есть. Вот это вам другую семью надо было. Вот вы сейчас создали, начали понимать, что это не партнерская семья с мужчиной, с которым я сплю, рожаю детей, которого я люблю, доверительные отношения, с этого ничего нет. Я имею в виду, там, вы поняли, да? У вас другие, вы по-разному, он себя и показывает, и обманывает, и все прочее, может, там, изменяет или еще что-то. Но это просто со временем будет хуже. Что вы сейчас вкладываете? Я могу, наверное, мне просто страшно, да, оставаться одной опять, потому что вы типа сейчас фальшивую такую семью для себя нашли. Никогда ее не было, мне страшно отпустить. Надо понимать, что вы нашли семью, но не как с мужчиной. А с его мамой вам хочется быть и все прочее. И вам страшно сейчас ощущение, что вы разводитесь, например, если я принес решение разводиться, вы и его с мамой разводитесь. Вам страшно их потерять. Но никак это любовь. И вот у вас сейчас такое, я хочу, я понимаю свои ошибки, свои проблемы, я боюсь их решать. И мне страшно остаться одной без семьи опять, как в детском доме, как с не с любимыми там родителями в приемной семье. Не хочется быть одной. И поэтому я могу остаться, на все закрывать глаза, все ему прощать и себя ломать. Свою нормальную психику, которая становится нормальной. Моя самооценка начала повышаться и начала себя любить. Я многое понимаю в свои ошибки, но я это все сверну быстренько, засуну куда-то и ничего делать не буду. Потому что если мне надо развиваться, мы с ним в разных направлениях, мы с ним расходимся, не состыковываемся. И это развод. Но чтобы не потерять семью, я, пожалуй, вот так все заткнусь, буду сидеть. То есть, понимаете, если вы это останетесь и начнете себя убивать, свои зачатки правильные, положительные, ваше правильное направление, ваше психики, то для вас это будет губительно плохо. Он с вами все равно в итоге никогда нормальной семьи не получится. Потому что вы его на себе женили. Вы можете стерпиться, так многие, как скажут, то что такого, все так живут, все же так раньше жили, да. Разводиться ж было плохо, стерпится, слюбится, доходит, гуляет налево, да нормально, да я себе тоже другого найду, но рожу пару детей, скрепить брак, дети будут видеть ваш скандал или непонятно общение. Вот зачем это делать изначально, когда вы только год замужем и понимаете, что все к этому в итоге, вы же чувствуете это, вы поэтому мне написали. Вы понимаете, что все к этому придет. И сейчас у вас просто страх оставить это, отстегнуться от этого, бросить, скажем так, да. Но просто не хочется бросать семью, иллюзию семьи, родительской семьи. Вот. Что могу сказать? Вот советы как бы психолог не дает, психолог вам просто показывает варианты развития событий, я вам показала. Если с ним остается, что будет, и если одной развестись. Вы очень молодая, я не буду называть возраст, вы просили все анонимно, скажем так, девочки в районе 25 лет. Это самое еще время искать себе другого партнера, настоящего, равного, и завести настоящую семью. Не женить на себе, а когда меня полюбят. Что бы я, да, если бы я была на вашем месте, что бы я делала? Я бы, ну, конечно, мне трудно рассуждать, потому что я, скажем так, сейчас у здоровой психики, у меня когда-то такие всякие проблемы, да, были. Но сейчас, вот на данный момент в своей жизни, я бы что сделала на вашем месте? Я бы развелась. Во-первых, сначала до развода поговорила с мужем, поняла, что объяснила и пыталась донести, что, дорогой, ты мне врешь. У нас не клеится отношение, ты сам все это видишь. Мы оба несчастливы. Вот вы написали, мне в душе я понимаю, что мы бы оба были счастливы раздельно. Скажите это им. Может быть, выяснится, что у него кто-то на стороне есть, или им какая-то девушка другая нравится, или что-то такое. Потому что, да, он как бы вас любит тоже, он просто начал принимать правила игры, на которых вы настояли, вот эта вот супружеская жизнь. Короче говоря, надо поговорить, объясниться, чтобы не было недопонимания и обид. Затем поговорить с его мамой. И честно говоря, в с ней разговоре можно сказать по-честному, у меня никогда не было родительской заботы, тепла, любви. Вы это все прекрасно знаете, я вас очень ценю, и вы стали для меня как настоящая мама, вы мне дали очень многое, я вас люблю, мне очень приятно. Я думаю, у вас такие отношения с ней хорошие. И знаете, мы с вашим сыном, например, разводимся, мы разные. Я поняла свои ошибки, у нас лучше будет поразить нам. Но я не хочу расставаться с вами, как со своей мамой. Я вот прошу вас, например, разрешения с вами как-то переписываться, общаться, иногда встречаться, продолжать поддерживать дружеские отношения. Я не думаю, что она будет против. И в этом разговоре вы можете указать на ваши проблемы в семье, что муж там обманывают, в чем-то вы его ловите и все прочее. И сказать, что я понимаю, что он со мной несчастлив, мы разные. И поймите, просто убедите маму, что развод с вами для ее сына будет только в пользу, чтобы он встретил ту женщину, которую по-настоящему полюбить, а не которая женит его на себе. То есть мама за сына не будет так переживать, вы с ней остаетесь подругами, скажем так. Мамой она вам никогда не будет, но как минимум подругой какое-то время, близким, теплым, родным человеком вот это ощущение дома, оно будет рядом с вами. Общайтесь с ней, продолжайте, в этом ничего нет такого. Если вы хорошо, нормально, без скандалов расходитесь с мужем, каждый все понимает, и с мамой у вас останутся теплые отношения. Может быть, она на всю жизнь останется, как ваша вторая мама, понимаете? Я не знаю истории, но бывают такие случаи, когда она дочку, например, хотела или там еще что-то, мужа у нее, например, нет. Она одна. Ну, короче, много нюансов не будем отодаваться. Я думаю, что если она вам уже оказывала такое теплое, как дочери, внимание, за вами выхаживала, у вас в больнице, у нее есть эта потребность заботы о вас. Имейте это в виду, это не просто так. Если бы вы ей не нужны были, она бы никогда не делала, если бы не было к вам открытых, хороших чувств. Не потому что добрый просто человек всем помогает. Это не та история. И вот, что дальше? Развелись. Я бы в этот момент занялась саморазвитием всяких книжек по психологии. Во-первых, начать любить себя, поднимать свою самооценку. Это зависит от индивидуальной какой-то ситуации. Во-первых, список идеального мужчины, которого я хочу. Прямо все указывайте. Внешность, характер, связь с семьей. Например, я хочу, чтобы у моего мужчины, родители, например, он был тесно связан со своей семьей, с родителями. Мне вот этого не хватает, заботы, тепла семейного, чтобы он был вот такой, из такой семьи, которые кланом живут, например. Вы это прописываете. Вам нужно нам вычленить то, свои цели вообще понять, какого мужика я рядом с собой хочу. Чтобы из толпы все понять, когда бы его встретить, что это он. Следующее, заняться собой, любить себя. Не быть жертвой. Хватит. Вообще, быть жертвой, это, к сожалению, проблемы брошенных детей и детей из детдома, которых учат быть жертвой. Потому что, когда они плачутся, к сожалению, в детских домах детям, им кидают подачки. Деньги, одежда, сладости раз в году на Новый год, на какой-то еще праздник. Пришли, пофотографировали видео, поснимали, подарков надавали, порадовали детей. И ушли, а дети остались одни. Им не это нужно, им нужна любовь и забота, и внимание каждый день, и подарки им нужны. Детям кидают в детских домах подачки. Ну, конечно, люди из добрых побуждений, но по факту это выглядит так. И у них вырабатывается, к сожалению, безответственность за свою жизнь. И к 18 годам, когда они выходят из детского дома, они ждут, что государство их же содержало. Они бедные и несчастные, у них нет родителей, кто-то им всегда все должен давать. Они не адаптированы к социуму, по сути, ничего не умеют. И не хотят, у них нет этого желания адаптации. Потому что им что? Им все легко в жизни давалось. Потому что что? Они жертвы, у них нет родителей по разным каким-то обстоятельствам. Вычлените в себе вот эту жертву, поймите. Вы жертва. И все, что в вашей жизни происходит, за это несете вы ответственность. Это ваша жизнь. Да, я понимаю, мне вас жаль, что вы оказались в такой ситуации, у вас не было папы. Мама, воспитание, попали вы даже не в детском доме, а в семью, где вас не очень любили, допустим. Ну, честно, как бы так относились. Не поискренне, как мама и папа, бы хорошие отнеслись я к этому. Но это прошло. И сейчас ваша жизнь в ваших руках, и ответственность за ваше счастье в ваших руках. Никто вам это не даст. Нужна вам семья, тепло, общайтесь со своей младшей сестрой. Плохой контакт, постарайтесь наладить его. Это вот ваша кровинушка на этой планете, на этой земле сейчас. Которая, ну, подрастет, она чуть младше вас, может, сейчас у нее там трудный период, и это помладше, да. Ну, короче говоря, когда вы станете повзрослее 30-35 лет, 40, 40, это ваша настоящая единственная семья, это ваша сестра, с которой вам надо сохранять контакт. Восполняйте вот это отсутствие родительской любви через свою сестру. Общайтесь с ней больше, уделяйте ей внимание. Как получать любовь? Надо любовь в первую очередь давать, когда и вам это все будет возвращаться. Нет у вас контакта или не очень сестра, больше ей пытайтесь проломить эту стену, с ней пообщаться, дать ей. Придет время, она созреет, повзрослеет, она вам это будет потом отдавать. Вы будете это восполнять. И займитесь собой, своим, то, что у вас есть потребность, в психическом нормальном развитии. Перестаньте себя жалеть, вы не жертва, вы управляете своей жизнью. И просто поймите, что сейчас вот перед вами белый лист. Вы, наконец-то, вообще, не знаю, с низкой самооценкой, с таким бэкграундом тяжелым, как у вас вообще мужество, вы молодец, хватает понять, принять решение, какие-то задавайте вопросы. Вы даже не боитесь об этом разговаривать, может быть, мне развестись. Да, любая жертва на вашем месте всю жизнь бы вцепилась в эту семью, точнее, в эту маму. И не отпускала бы этого мужика, чтобы не потерять его маму. Так бы себя вели жертву. А вы думаете о том, чтобы все-таки надо саморазвитием заниматься и понимать, что это не ваш человек. Это вам просто, вы молодец. Поэтому вы сильная, вы все сможете, вы не жертва, вы сильная. По поводу еще агрессии, а жертва и агрессор есть такое. Агрессор — это просто ваши обиды за несправедливость. Это такой побочный эффект от позиции жертвы, то, что я говорила про детские дома. Это агрессия, злость на окружающих, на обстоятельствах за то, что со мной так произошло. Это повод найти виноватого. Честно скажу, виноваты, а часто, конечно, ваши родители. Но простить их нужно, знаете, за что? Во-первых, спасибо за то, что они дали вам жизнь, вы родились на свет. И ваша сестренка есть, которая вообще продолжение вашей семьи. Хоть что-то у вас есть, вы вообще не одна, у вас сестра есть. И второе, они больные люди. Люди, пьющие алкоголизм, это симптом депрессии. Люди психически слабые, которые не могут решить своих проблем, они уходят в зависимости какие-либо. А алкогольная, как один из вариантов. И наркотическая, и все прочее. Просто ваша мама, ваша папа, они были слабыми. Ну, а бабушка тоже вам не смогла отдать тепла, любви достаточной. И ни вам, ни сестре. И вас поэтому забрали в детский дом. Так что спасибо той семье, которая вас, скажем так, приютила, забрала из детского дома. И сразу сестрой вас не разделили, понимаете? Было бы еще хуже. Вот я вам намекаю, ваша семья – это ваша сестра. Вам с ней надо хорошо общаться, любить друг друга, помогать, держаться вместе. Спасибо, что у вас хотя бы сестра есть. Вы не одна. Это уже позитивно. Поэтому, девочки, пишите комментарии под этим видео. Я знаю, у многих такие истории есть не про детский дом, а про то, что родители могли как-то не так относиться, не любить. И ты чувствуешь, что ты как из детского дома. Или родителей вообще внимания нет, что ты лучше бы пошел в детский дом и сам сдался. Но чтобы родители за тобой не следили. Не бойтесь смотреть в лицо своим страхом, признавать, например, что я жертва. Вы в силах менять свою жизнь, поймите вы это. Все нормально будет. Сядьте, посмотрите своим страхом в глаза. Всегда взвешивайте плюсы и минусы. Напишите список. Если я с мужем разведусь, что я получаю? Какие минусы я получаю, если я с ним остаюсь? Обязательно этот список вам просто в ваше домашнее здание от меня. Жду ваших комментариев. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.